Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 15 марта и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста от обновления максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 1.2412, ну и далее движение в область 1.2464. Возврат к продажам по данному активу будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня, это отметка 1.2346. По паре британский фунт-американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста от обновления максимальных значений 14 и 13 марта, ну и далее движение на отметку 1.4126. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений вчерашней торговой сессии, которая находится в области 1.3925. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое восходящее движение. Ближайшие цели роста это уйти выше максимальных значений в области 1.30 с последующими целями движения на 1.31. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений вчерашнего дня на уровне 1.2921. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области минимальной значений, которую мы видели 6 и 5 марта. Это область 105.50, следующая цель 105.16. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений вчерашней торговой сессии, которая находится на отметке 106.74. По паре австралийский доллар, американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста – это обновление максимальных значений вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 1.079.15 и движение далее в область 0.80. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений, которые мы видели 13 марта, на уровне 78.47. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению находятся в области 87.90, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения вчерашней торговой сессии в области 88.80. По золоту тенденция восходящая также сохраняется. Цели роста находятся в области максимальной значения 7 марта. Это уровень 1340-1342 доллара за тройскую унцию. Ну а возврат к продажам будет актуален после преодоления минимумов на уровне 1321, минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По нефтемарке Brent пока в приоритете остается тенденция восходящая. Цели роста это уход выше уровня 65.88, 66.20, ну и далее движение на 68.30. Возврат к продажам рассматривается после преодоления минимальных значений 12, 13 и 14 марта в области 64.11. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется. В том случае, если индекс может закрепиться выше уровня 12324, то есть максимум, который был зафиксирован вчера, то данный паттерн даст предпосылки на возобновление восходящего сценария с целями роста до отметки 12690. Ну а цели по снижению, то есть в том случае, если все-таки индекс DAX удержится ниже максимальной значения вчерашней торговой сессии, это обновление минимумов в области 12.121 с последующей целью снижения на 11.779. Биткоин вчера во второй половине торговой сессии смог закрепиться ниже минимальной значения 13 марта, что в рамках часового таймфрейма нас на текущий момент также приводит в фазу нисходящего движения. Цели по данному снижению находятся в области 6.568 долларов за один биткоин. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии на уровне 9300. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Иосаков Роман. Как всегда, напоминаю, если это видео для вас полезно, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на следующих видеообзорах.